Наверное, одной из самых громких рэп-новостей 2018 года стал диссами Немана Машингон Келли. Это был настолько громкий и горячий биф, что весть о нем разнеслась вообще по всему миру, и за развитием событий следили все фанаты МГК и Эмма, включая, конечно, и российских. И вот прошло уже 4 года после всех тех громких событий, и настало время подвести итоги. Смог ли Маршал разрушить карьеру Машингон Келли, как многие предрекали последнему? Что ж, давайте разбираться, а поможет нам в этом битмейкер Ронни. Его инструментал сейчас играет на фоне нашего видео. Парень делает лучшие биты по очень доступным ценам. Ссылка на него будет в описании. Ну а мы перейдем к разговору про последние 4 года карьеры МГК, которые простыми назвать, ну, никак нельзя. Давайте немного поговорим про сам биф и дисс от имени Нема, ведь без небольшой предыстории невозможно будет понять, как развивались события вокруг карьеры Машингон Келли в дальнейшем. Началось все 10 лет назад. В 2012 году Машингон Келли в Титере заявил, что дочь им Нема, цитата, «горячий». Это, очевидно, был байт на реакцию от самого Маршала. Ведь его дочери Хейли на тот момент было всего 16 лет. Н тогда никак не отреагировал, и Ган Келли продолжил взде упоминать Маршала, а на одном из интервью заявил, что Мэттерс забанил его музыку на своей радиостанции «Шайт-45». В общем, МГК активно привлекал к себе внимание легенды хип-хопа, и он добился своего. В 2018 году, спустя 6 лет, Эминема открыто десит своего оппонента в треке «Нот А Лайк». И тут началось. Мало того, что Ган Келли открыто в инстаграме радовался упоминанию себя в треке Маршала, так он еще и приготовился вступить в откровенно неравную битву. Он записал Дисней Эминема под названием «Рэд Дэвил». Такой нейминг, очевидно, должен был отсылать нас к хиту Маршала Рэп Гатт, и намекать на то, что Ган Келли — это противоположность Эминема. Не бог рэпа, а дьявол рэпа. Это была главная новость года. Сейчас на клипе 300 миллионов просмотров, что для МГК просто невероятный результат. Очевидно, тут биф еще идет ему на пользу. Но это только начало, кульминация будет впереди. Она наступает тогда, когда Эм после громкого интервью выпускает свой ответный диск «Киллшот». Не будем даже говорить про то, что сегодня на Дисе от именема на 100 миллионов. И это сделало его работу невероятно крутой. После такого нападения, на наш взгляд, Машин Ган Келли понес такой репутационный урон, что сам не знал, как поступать далее. В одном из следующих интервью все в том, что в 2018 году МГК говорит, что не собирается продолжать биф, потому что ему это попросту неинтересно. Это выглядит довольно лукаво, ведь не очень ясно, как на такой диск вообще можно ответить, не унизив себя еще больше. Но кажется, Ган Келли все равно пошел по плану, который он разработал, наверное, еще до начала конфликта. На волне хайпа от всей этой ситуации он выпускает мини-альбом «Бинж». Релиз треском провалился, и это был первый звоночек. За 7 дней с момента релиза «Бинж» разошелся общим тиражом в 21 500 копий. Это с учетом того, что в его трек-листе оказался Disrap Devil, у клипа на который на тот момент было более 100 миллионов просмотров. МГК, конечно, никогда не славился многомиллионными продажами, но таких плохих цифр у него давно не было. Для сравнения, его предыдущий альбом «Блум» разошелся в первую неделю тиражом в 57 000 копий. В чем причина провала? Многие критики говорили о том, что релиз как будто сделан наспех и без души. Как будто бы МГК торопился слепить что-нибудь рэперское, пока хайп от рэп-конфликта с Маршалом еще есть. Подобную небрежность в работе его фанаты сразу же выкупили, и они стали поддерживать пластинку. Добавьте к этому тот факт, что многие просто отвернулись от Ганкели после того, как М публично его наказал. В общем, все пошло по самому худшему сценарию для рэп-дьявола. Сделали Ганкели какие-то выводы из всей этой ситуации? Думаем, да. Он на какое-то время затих, готовя свой следующий релиз под названием Hotel Diablo, но и он сильно проседает по продажам. Виновником такого провала МГК на этот раз открыто называет Маршалла. В одном из интервью, пораженец Кливленда рассказал, почему вражда с именемом испортила ему продажи новой пластинки. Осенью 2019 года релиз дебютировал на 5-е место в чарте Billboard, разойдя стиражом всего в 39 000 копий. Вот цитата МГК. Как хип-хоп-альбом, Hotel Diablo безупречен. На нем прослеживается моя эволюция к поп-панку, но он вышел после бифа с именемом, поэтому никто не придавал ему никакого значения, будто ты сперва снял очень плохой фильм, а затем выпустил классную картину. Люди все равно будут заострять внимание на твоем провале. Поспорить с МГК здесь трудно. Новый релиз действительно показал всем, что Ганкелли теперь скорее не рэпер, а поп-панк-исполнитель. Такая смена жанра могла быть обусловлена еще и тем, что на поле хип-хопа он и так уже потерял все свои очки. Биф с именемом действительно сделал свое дело, вот только МГК просчитался. Последствия были куда катастрофичнее. Так или иначе, Hotel Diablo назвать плохим никак нельзя. Это наоборот очень неплохой альбом, в котором новый МГК заново изобрел себя и нашел новые пути развития. Правда, этот релиз выходил с большим трудом. В какой-то момент Ганкелли пришлось удалять весь написанный материал, ведь на предпрослушивание он вновь получил много негативной критики. К слову, на релизе есть трек Floor Fertin', где вновь есть небольшой дис на именема. Там МГК говорит, что он в свои 30 добился куда больше, чем Маршал, а его дискилшот никак не отразился на нем. Такое утверждение, конечно, верится с трудом, но нельзя не отдать должное Ганкелли, он провел большую работу над собой. Казалось бы, два провальных альбома. Это может значить, что карьере конец, но нет, МГК продолжает стоять на своем и уже в сентябре 2020 года выпускает свой пятый альбом, Tickets to my downfall, который тоже выполнен в поп-панк-стилистике. Этот релиз стал куда более успешным, чем предыдущие два. В первую неделю он разошелся тиражом в 126 тысяч проданных копий. Это настоящий успех, и получается, не зря МГК отдал столько сил на смену своего стиля. Теперь поп-панк – это его основной жанр, а релизы ему нередко продюсируют известные музыканты. Например, Tickets to my downfall он делал вместе с Трэвисом Баркером, барабанщиком группы Blink 182. И тут уже можно говорить о том, что МГК смог полноценно реанимировать свою карьеру. Его биф с Маршалом постепенно забылся. Сам Аминем почти никак не напоминает Ганкели про их конфликт. Последний раз подобное случалось аж в 2019 году. На своем концерте в Австралии Аминем со сцены еще раз прошелся по МГК. Но теперь Аминем уже совершенно другой артист, и у него новые свершения. Он зашел на территорию поп-панка и тут же начал вести точно такую же политику, как и в рэп-игре. Буквально прошлой осенью он наехал на известнейшую группу Slipknot. Вот его цитаты. Хотите знать, почему я рад? Круто, что я не 50-летний старик, который носит на сцене маску и говорит всякую чушь. Все дело в том, что чуть ранее фронтмен Slipknot Кори Тейлор говорил, что его расстраивает, что есть люди, которые пытаются стать популярными в разных жанрах, а затем потерпев фиаско, углубляются в рок-музыку. Кроме того, Кори Раскритиковал молодых рок-музыкантов, которые подчистую копируют творчество старых рок-исполнителей. Сам МГК уверяет, что Тейлор обиделся на него, ведь Ганкелли решил не использовать куплет легенды Рока на своем альбоме Tickets to My Don't Fall, посчитав его ужасным. В общем, опять диссы на более именитых коллег. Уж не знаем, стоит ли нам ждать громкой ответки от Кори Тейлора, но МГК явно снова нарывается. Вот он словно забыл, что с ним три года назад сделал именем. Ну а пока что Ганкелли продолжает налаживать свою жизнь. Не так давно стало известно, что он сделал предложение Мегам Фокс, актрисе, с которой он давно уже встречается. Интересный факт. Мегам Фокс снималась в одном из самых известных клипов именема под названием I Love The Way You Lie. Что это, если... Также артист пробует себя в бизнесе. МГК совместно с компанией Unleashed Brand запустил линию лака для ногтей. Цитата директора компании. Мы почтены редкой возможностью поработать с Машинган Келли над брендом, который поможет давно ожидаемому культурному сдвигу. Артист уже выпускал лак для ногтей, но тогда это было частью мерчендайзов. Поддержку альбома Tickets to My Don't Fall. Да и вообще, МГК был одним из первых, кто начал культивировать мужской маникюр. Ну и не стоит забывать, что МГК продолжает активно хайпить на своих конфликтах. Конечно, одной только музыкой он обойтись никак не мог. В сентябре прошлого года ирландский боец Конор Макгрегор подрался с МГК на премии MTV. Спортсмен подошел к исполнителю ради совместного фото. Получив отказ, Макгрегор кинул стаканчик с напитком в ганкеле и устроил потасовку. Конфликт был остановлен с сотрудниками безопасности. При этом сам Макгрегор заявил, что не дрался с МГК, так как тот не является настоящим бойцом. Вполне может быть, что вся эта потасовка постановочная, ведь Макгрегор уже не раз был замечен в подобном. В общем, машин Конькеле сегодня не выглядит как пострадавшее лицо, хотя дисс от Эминима все равно заставил его понервничать. А как вы думаете, повторить ли МГК все это снова? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивай БПМ, меня зовут Дмитрий Толшонов, всем пока!